Пойдем, пойдем сюда, пойдем. Пойдем, я тебе дам косточку, пойдем, мой золотой, пойдем. Рыжик при приближении людей никогда не гавкает и не агрессирует. Старается побыстрее уйти. Убежать, к сожалению, не выйдет. В прошлом июле его лапу переехала машина, и он попал в приют Ласка. По-моему, даже была использована попытка как-то сохранить лапу, потому что была вставлена пицца, ой, спица. Но не получилось что-то, видимо, пошло воспаление, и в этом была повторная операция, когда лапа была удалена. Не будь у рыжика рыбного места, он остался бы в приюте, однако пса пригрели, поэтому собаку стерилизовали и отпустили. В период реабилитации она провела у нас в приюте, а потом куратор ее снова забрала. Она живет там на предприятии, живет довольно давно, с рождения, не с рождения, но уже несколько лет. За ней приглядывают, собачка имеет доступ к воде, под уходом, под присмотром. Уже несколько месяцев он обитает в индустриальном районе, неподалеку от торгового центра «Заря». Старается прибиться к машинам поближе, поэтому одним из излюбленных мест рыжика стала частная парковка, откуда его пару раз уже прогоняли. Мы не держим собак специально за это, что у нас нет, он спокойно по территории, не для Бога его пустит, у нас камера, конечно, чтобы гонять. Ну, поэтому как бы прогоняют все-таки, да, восприятия? Я вообще никого не прогоняю. Хозяин не хочет, чтобы была собака. Не знаю, мне ни разу ничего не сказало. Прохожие на трехлапую собаку реагируют в основном отрицательно. Проходят мимо и даже отталкивают детей от больного животного. Однако есть и добрые люди. Сейчас рыжик страдает от жары и ищет себе постоянных хозяев. Ведь с тремя лапами выживать сложнее. Группа неравнодушных людей даже готова помочь с этим финансово. Связаться с ними можно по телефону на экране. Данил Кузнецов. День с толком.